Приветствую всех дорогие друзья! В продаже представлен Mercedes GLC 250 2016 года с одним единственным владельцем, с оригиналом ПТС, с оригинальным пробегом 135 тысяч километров, в заводской краске, за исключением единственного нюанса. И, как заявил сам собственник, забыли заправочный пистолет в баке, и, соответственно, вместе с ним поехали, и было небольшое замятие в районе людска бензобака, что я вам сейчас и продемонстрирую показаниям прибора. То есть вот здесь будет небольшое расхождение от заводских показателей. Здесь уже кверху крыла, соответственно, у нас уже заводские показания. Сейчас пройдемся по кузову. Передняя часть автомобиля защищена со дня покупки бронепленкой, то есть передняя часть крыльев. Зона риска передней части капота, то есть, соответственно, сколов практически нету на капоте. А лобовое стекло оригинал, не имеет никаких трещин. Так, продолжим. Смотрите автомобиль толщиномером. Ну и пару мест возьмем на крыльев. Комплектация у нас с панорамной крышей. Никаких дефектов на остекленении нету на крыше. Соответственно, здесь тоже ткну, чтобы видно было. Вот крышка багажника тоже в заводском окрасе. Сразу покажу вам багажник. Автомобиль непрокуренный, автомобиль чистый, ухоженный, бережная эксплуатация. Здесь в зоне погрузки осталась даже заводская пленка. Я ее специально не убираю, чтобы люди видели, что автомобиль очень бережно эксплуатировался. Соответственно, летняя резина свежая. 2019 года, вот, как вы видите, зимняя резина тоже в комплекте присутствует. Но зимняя резина в состоянии 30-40% шипов отсутствует. Но состояние хорошее. Просто, видимо, переездили, так скажем, лишнего в теплую погоду и еще бы повлетали. По салону. Значит, салон чистый. Никаких царапин, сломанных каких-то элементов или еще что-то. Такого нету. Отсюда покажу вам панораму. Есть небольшой дефект на боковине, но это, так скажем, небольшая проблема Мерседеса в ГЛЦ. Но не только ГЛЦ. Сами знаете, это уж не та кожа, которая была раньше. Вот. Ну, я ее, как бы, я ее залечил немножко. Но, в принципе, здесь можно и перешить эту боковинку, но это не критично. Для пробега в 135 тысяч километров состояние автомобиля, внутреннее и внешнее, отличное. Сейчас покажу задние сиденья тоже. Ну и по кузову, естественно, тоже нету никаких вмятин, царапин, тычков, там, каких-то трещин на бамперах. То есть, все в отличном состоянии. Поэтому приезжайте и покупайте. Как-то так.